так демонстрация экрана демонстрации экрана начать видишь да сейчас загружается так теперь открываю у меня стоит параллель на маке и винда короче вот есть сетевой консультант плюс консультант плюс наверно знаешь да правовая база запустить запускаем так и так сейчас я перейду на рабочий стол чтобы так свернул мне просто тут с параметрами экрана mac последней модели и короче винду он разрешение wish у меня 3360 на 2100 пикселей и короче приходится постоянно для винды менять чтобы было нормально видно а сейчас крупные значки так вот консультант то есть сейчас как бы не голову не забивая просто для того чтобы под запись показываю чё к чему и суть эти как бы предложение расскажу как по зарабатываю так получается у нас карточка поиска видим что у нас документов российская так чё крупнее еще я просто сразу на калькуляторе сочетаю российское законодательство 2212 742 тысячи документов эксперт приложение 479 122 тысячи документов решение госорганов по спорным ситуациям тоже интересный очень банк то есть положительное решение различных органов 34 тысячи документов москва проф то есть все законодательные акты в московской области и в москве но в самом москве 176 тысячи девятьсот восемьдесят три ну то есть все же оттуда как бы черпают как в регионах себя жить тоже полезно и так московская область двести двадцать три тысячи двести шестьдесят два плюс санкт-петербург и ленинградская область 184 тысячи пятьсот двадцать документов документы ссср прошу заметить 43 тысячи сто сорок четыре плюс красноярский край сто восемьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят девятьсот восемьдесят два это мы только насчитали один миллион пятьсот сорок две тысячи законодательных всяких актов законов федеральных там и так далее дальше идем судебная практика 6 миллионов девятьсот девяносто шесть двести девяносто шесть документов то есть разворачиваем смотрим то есть куча подборка судебных решений правовые позиции высших судов решение высших судов суд по интеллектуальным правам то есть и арбитражные апелляционные суды суды республик короче охренительная короче база потом финансовые кадровые консультации то есть они тоже нам полезны и с кредитами то есть бухгалтерские документы проводки как чё оформляется вот эти запросы которые нужно по счетам делать в банке и в налоговой то есть как бы здесь я тоже все это присутствует это еще четыреста восемь тысяч типа формы заявлений различных да 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 вся рфовская правовая база то есть вот это все и не только рфовская международно сейчас мы еще перейдем к этому так консультации для бюджетных организаций то есть конкретно по бюджетным организациям администрации там но все что как бы государственное 47000 документов их внутренних комментарии законодательства 105 тысяч семьсот двадцать три комментарии законодательства чтобы ты понимал то есть комментарии академиков там профессоров ко всем от ты берешь любой но я позже потом покажу как бы видео уроки буду выкладывать просто сейчас ли мы будем во все углубляться я так накидаю сначала как бы матрицу то есть вот ты берешь кодекс да и там абзац какой-то и сам знаешь вот читаешь и думаешь блин как его понимать да вот ну как-то написано что мозг ломается и справа вот здесь на полях в кодексе к такой значок на каждую на каждую короче абзац комментарий ты нажимаешь комментарий и этот абзац несколько профессоров академиков доцентов тебе разжевывают то есть уже написано о том что как понимать где употреблять вот этот абзац код да по русски правильно так потом это мы комментарии основные формы документов то есть всякие формы 1p 2p 2 ндфл там все существующие на сегодняшний день формы документов вот их восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто дальше на проекты правовых актов то есть это проекты то есть то что будет в будущем принято которые были зачтены на каких-то чтениях какие-то документы разрабатываемые депутатами разных регионов округов законодательными собраниями госдумы 175 тысяч документов международные правовые акты ты сам знаешь конституция у нас российской федерации она выше ее международной нормы то есть соответственно когда мы знаем международные нормы то мы можем больше влиять на ситуацию на органы власти и так далее через международные документы то есть 25700 дальше правовые акты по здравоохранению соответственно нарушение прав потребителей психологические всякие давления приставов коллекторов там органов власти возбуждение уголовных дел там которые вот там допустим как алексея старостенко закрыли там мы сейчас прессую там то есть вот эти все моменты то есть это вот в разделе правовые акты по здравоохранению то есть реабилитация сколько тебе должны за то что там тебе там руку сломали там мы поцарапали порезали там ну морально там тебя ущемляли то есть это вот здесь есть все медицинские нормы 73 690 документов и последнее технические нормы и правила это все что связано со снипами санитарные нормы и правила строительные нормы и правила как строятся здания сооружения эсеровские госты там как должно обслуживаться жкх какие там ну на стороне человека права ну то есть все связано со строительством зданиями с землей с кадастрами с регистрационными палатами тридцать четыре тысячи двести пятьдесят семь документов и того мы получаем вся база которая вот эти показывают 9 миллионов четыреста девяносто восемь тысяч семьсот семь документов сам самый прикол том что будем говорить 10 миллионов да они все обновляются еженедельно несколько раз в неделю дополняют обновляются дополняются эта сетевая версия официальная получается все вот эти документы они между друг 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 с другом увязаны ну допустим берем так кодексы вверху вкладка кодексы и допустим возьмем ну чё нас интересует гражданский кодекс часть первая выбираем гражданский кодекс открывается и ну даже чё главу 55 наверное найдем самую нам интересную по кредитам глава 55 на ее примере так все он ищет а подожди переключился в быстрый поиск так гражданский процент и простое товарищество особенности или гпк у нас там не скорее всего гпк так давай гпк я что-то маленечко уже сегодня подутомился и берем оглавление правом верхнем углу глава 5 так поиск глава 55 так подожди чем почему он пишет трудовой уголовный кодекс а вот они все код уголовно-процессуальный уголовно-процессуальный гражданско-процессуальный кодекс в строке поиска именно гражданско-процессуальный кодекс 25 гпк да да что то я говорю сегодня уже все уже у тебя уже до время тоже много время вообще просто летит по сумасшедшей скоростью ну чё завис залип нет движет и чудо ищет он просто везде ищет да 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 сейчас это уберу лишние тут открывается м в старой версии привык работать как бы я сам работал ну вот ну давай просто тогда что самый поменьше чтобы поиска было так семейный кодекс и поиск в тексте алименты и все вижу находит как бы все что связано с алиментами и тут смотришь ага вопросы разрешаем собой при судом при вынесении решения расторжения брака там следующее словосочетание алиментов то есть и вот кнопка найти и вот ты пробегаешься имущественные права ребенка то есть удобный поиск если чего-то не а и про комментарии эти хотел лишение родительских прав и думаем ну вот как вот чё там как решается и вот здесь буквочка и мы ее нажимаем и получаем несколько документов то есть связанных с этой семена статьей постановление пленума верховного суда министерства менюст россии определение конституционного суда по данному вопросу и то есть ты раз изучаешь практику начать ссылаться и как действовать то есть у тебя уже все готово также тут ты видишь то есть есть и в других информационных базах данных документы то есть юридическая пресса 166 документ как взыскать алименты с родителя лишенного родительских прав что делать если в отношении вас рассматривается иска лишений родительских прав то есть пробегаешься деловые бумаги формы документов с мой возражение на исковое заявление о лишении родительских прав исковое заявление уполномоченного лица о лишении родительских прав то есть все уже формы документов все берешь заполняешь свои данные надо раз тебе сделать кнопка есть экспорт word чип Чик, нажал на кнопку, у тебя документ, Word файл загружен. То есть все очень удобно. То есть мы сейчас пробежимся по верхам, как в виде презентации. Потом словарь терминов есть. Допустим, какой-то термин тебе неизвестен, ты его можешь либо в тексте выделить и нажать на словарь терминов. Так, отменить, как отменить выделение, вот здесь внизу. Либо просто нажимаешь словарь терминов и допустим, алименты там. Алименты, денежные средства на содержание совершеннолетних детей или совершенно нетрудоспособных членов семьи, извлеченные из документа, методические рекомендации федеральных судебных приставов о порядке исполнительных документов. Допустим, вексель нас интересует. Тоже в гражданском процессуальном кодексе используется, в части 2. То есть, ну, то есть, понимаешь, все эти 10 миллионов документов, они друг с другом увязаны. То есть не надо, как в интернете, искать из одного в другое, перепрыгивать, там что-то где-то копать. Здесь оно все, ты из одного документа, из одного кодекса в другой переходишь плавненько по ссылкам и так далее. Потом, что у нас, есть много всяких пресса и книги на эту тематику, они тоже, как бы в этой, ну, все переплетено. То есть ссылки идут на документы, на статьи. Дальше, что я хотелось бы. Избранная история поисков есть. То есть, что-то ты где-то искал, у тебя доступно. То есть, вот по поиску. Ты просто берешь быстренько и переходишь то, что ты искал. Потом, есть правовой навигатор по интересующим вопросам. То есть, можно, есть вот три поиска. Просто быстрый поиск. Так, что-то. Ага. Просто быстрый поиск. Ищешь там, ну, как искать, тут тоже инструкция дана. Последние запросы. Есть карточка поиска, когда тебе известен точный документ. То есть, ты просто вводишь название, номер документа. Вид там, принявший орбит. Ну, любое, что есть в поиск, вбиваешь найти и он его находит. И правовой навигатор используется для поиска информации по конкретному правовому вопросу. То есть, когда ты не знаешь, как сформулировать, да, как бы. Просто пишешь в правовом навигаторе, там, какую-то проблему свою, коротко, с тремя, там, тремя словами. И он тебе по всем базам находит, с чем это пересекается. Ну, то есть, там, АЗС тут есть, аккредитив, акцизы. То есть, вводишь ключевые законцы, как в том же Яндексе. Да, да, да. То есть, вот такая тема. На сегодняшний день, вот, для того, чтобы поставить официальную версию, она стоит, если... То есть, просто берешь, как физическое лицо, обращаешься в эту, в Консультант Плюс. Вот эта база будет стоить где-то около полтинника денег в месяц. А мы ставим тем, кто пожелает, те, кто будет смотреть видеоинструкцию, 3000 рублей ежемесячно. Все, тебе на компьютер ставится. Единственный минус какой? То есть, ставится на стационарный, то есть, к дому, привязанному к компьютеру. То есть, к дому, либо к офису. Если я, допустим, с этим ноутбуком приду в интернет-кафе, у меня там не будет работать, потому что, ну, то есть, другой будет IP-адрес. То есть, ставится там, где ты на нем работаешь, к технике. А исключительно к IP-адресу привязывается? Допустим, у меня динамические IP, которые в Билайн, допустим, вот я хочу поставить, а у меня на работе один IP-адрес, дома другой IP-адрес. Ну, вот он к какому-нибудь одному привязывается. То есть, либо ты дома поставил, будешь дома только заходить, либо ты на работе поставил, будешь только на работе заходить. Нет, я понял, я, видимо, тут другая немножко ситуация при входе в интернет с динамическим IP, как, ну, допустим, в мобильный интернет, там у них у всех динамический IP. Какой свободный IP, тот и привязывается. То есть, допустим, если в данном случае консультант плюс эту программу устанавливает, тем, кто пользуется вот таким интернетом, Билайн или НТС, мобильным интернетом, то есть через не USB-модель, а таких много людей, то значит, либо она привязывается исключительно к железу компьютера. Ну, там надо смотреть, смотри, там надо смотреть, я просто проверял на своем, вот эти, просто констатирую факт. Вот я дома втыкаю, все работает, прихожу в любое кафе, там, в пиццерию, там, включаю, у меня не работает, то есть, ну, не запускается. То есть, возвращаюсь домой, нажимаю запустить, все работает. Как это технически детально, там, в мелочах, я как бы особо не врубаюсь. Дальше, что я хочу, какую я вот этим видеороликом, то есть, я как бы тут и презентацию, да, показываю, что можно иметь не за дорого и удобно для работы. Это подходит каждому юристу, адвокату, бухгалтеру, начальнику фирмы, там, предпринимателю, любому человеку, который как-либо шевелится в этой жизни, ему, ну, необходимо, как кислород, иметь вот это вот у себя под рукой. Это надо каждому, кем-то вступил в сообщество, управлять Сибирь. И этим людям так же. Кто хочет, что-то делать. Вот смотри, что я хотел у тебя спросить, как у специалиста, и, то есть, кто будет эти видеоролики смотреть, то есть, тоже, чтобы обращались ко мне. У меня какое есть видение? Вот, допустим, мы берем Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Красноярский край на сегодняшний день. То есть, это подходит, как бы, всем, но просто здесь еще вот эти для них, дополнительные для этих регионов, есть уже ихние законодательные базы. Мы можем и под другие регионы расширить. Вот, все зависит будет от людей, которые, ну, от того, что востребован будет продукт. То есть, пока, вот, как бы, вот эти регионы. Что я предлагаю? Так, сейчас, как зайти нам дубль ГИС, дубль ГИС. Так. Так, дубль ГИС. Открываю дубль ГИС. Два ГИС. И вот, скажи мне, пожалуйста, сколько будет стоить, просто, вот, профессиональный, ну, как бы, профессиональный твой взгляд, вот, собрать контакты с дубль ГИСа, электронных почт, организации. Ну, допустим, юридические услуги. Сейчас сразу посмотрим, сколько в Красноярске. Юридические услуги. Юридические и бухгалтерские. То есть, ну, неважно, любые. Видим, 990 организаций. Ну, то есть, тысяча, грубо говоря. Бухгалтерские, которые сопровождением бухгалтерским занимаются. 446 организаций, ну, где-то будут пересекаться. Соответственно, то есть, вот так вот взять, либо на их сайте, либо где-то, вот, есть, ну, ссылка на сайт. Ну, собрать электронные почты, ну, это вот ящик электронный. Может быть, в ручном режиме, может, как-то автоматически просто вот собрать и сделать рассылку. Причем ее сделать, ну, такую, там, в 2-3 этапа какую-то там. Сначала первичная информация, может, человек не отреагирует, не поймет. Потом через недельку какую-то дополнительную информацию. То есть, вот организовать вот эту работу. Я понял. По поводу рассылки вопросов нет. Я знаю, как делать рассылку. Ну, там особой сложности-то никаких нет. Просто немножко разобраться. Доставляемость писем, ну, почти стопроцентная будет. Только нужно правильно письмо подготовить. Ну, это другой вопрос тоже. Собрать информацию, контакты, всю информацию по поводу какого-то определенного направления бизнеса, бухгалтерии, допустим, или там, юридических каких-то фирменов. Ну, цены вообще разные бывают. Ну, нужно просто купить парсер, который собирает в Дубальдисовую информацию. Сейчас я не могу сказать, сколько стоит парсер. Пока где его купить. Ну, это, как бы, я знаю, где у кого информацию, то узнать. Вот, спросите. В общем, по этому поводу нужно узнавать. Сейчас сразу тебе не скажу, как это будет стоить и как это все будет происходить. То есть, это нужно узнавать. В общем, смотри. Стоить это не так уж и мало. Как это сказать? Ну, в пределах пяти тысяч примерно. Ну, это нормально. То есть, смотри, вот, меня интересует, то есть, просто ты там займешься, еще кто-то займется, еще кто-то займется. Я готов профинансировать материальную вот эту сторону, да, как бы, для запуска вот этого механизма на постоянной основе. То есть, сначала вот мы берем вот эти регионы, потом еще другие регионы. То есть, ну, работы очень много. Россия большая. То есть, вот, финансирую запуск этого всего, соответственно, какие-то трудозатраты за время, ну, то есть, там, в пределах разумного, то есть, потому что ты будешь все равно же заниматься, как бы, тратить время. Нужно и кушать там, и за квартиру провлатить и так далее. Это все индивидуально обсуждается, и перспектива такая, то есть, с каждой продажи, ну, то есть, будущей, просто вот продалось, там, 500-1000 рублей. Там посмотрим от динамики, то есть, просто такой вот этот, ну, как сказать, интерес, который мы можем лоббировать, потому что все равно это привязано к организации, ну, то есть, который, у которой это все официально, у которой сетевое, оно представительство по всем регионам, ну, распространяет, и, соответственно, у нее есть это все на серверах. Я знаю этих людей очень хорошо, поэтому, как бы, вот у меня стоит, еще у нас в команде у нескольких людей стоит, у Эдуарда Росича, у Сереги с Астрахани, и мы платим за это 3 рубля денег с каждого. Ну, то есть, как бы, это все вот официально так. Просто переводим на карточку, и у нас там с первого по первое число доступ к информации. Если не заплатили, первого числа отрубается, короче, ну, не работает перлычок. Поэтому, как бы, за развитие этого направления нам готовы, то есть, вот, подвинуться, как бы, за продажу платить 500-1000 рублей интерес. То есть, соответственно... Смотри, я понял. То есть, юридическая какая-то фирма, да, в каком-то городе, она, если работает напрямую через консультант, плюс, то она тратит 50 тысяч рублей, да? Да. А 50 тысяч рублей, это просто единоразовый платеж. Почему? Ежемесячно. Это же базы обновляются несколько раз в неделю. Да, ежемесячно 50 тысяч рублей. Да. Поэтому они заинтересованы в расширении. Я понял, понял. А тут 3 тысячи. Ну, это, естественно, будет многим интересно. Я бы сказал, почти всем будет это интересно, те, кто работает напрямую с консультант, плюс. Да. Я понял, да. Да, да, да. Я потому, что работал в 2007 году в консультант, плюс, специалистом по сопровождению полтора года. Я 22 предприятия обслуживал. То есть, районную и городскую администрацию. То есть, я приходил в те времена, в 2007 году, не было сетевых возможностей. Ну, в таком масштабе. Они как бы уже там были. Но там ценник за сетевую версию был в 2 раза дороже. То есть, 200% оплата была. Нежели за локальную, когда приходит специалист раз в неделю с диском. И обновление ставит. И вот, представляешь, я прихожу в администрацию. Там компьютеры, до сих пор, наверное, еще на них работают. Там Pentium 2. Оперативка 512. Ты ставишь эти там 700 мегабайт обновления. И все. И ты час сидишь, ждешь, пока у тебя программа... Ну, обновятся базы новые, подгрузятся. И вот так вот на 22 предприятиях. У меня убивалась на это неделя. То есть, 5 рабочих дней. Я просто приходил и ждал, когда это там все обновится. Сидел там, чай пил. Обучал их. То есть, я обучал нотариусов, юристов, адвокатов, бухгалтеров, депутатов. У тех, у кого на компьютерах стояли вот эти программы, Консультант Плюс, я их всех обучал, как ей пользоваться, как ей работать. Выдавал им сертификаты после того, когда они проходили базовые курсы, курс профессионала. Было два вида сертификатов. То есть, я это знаю изнутри. То есть, ну вот на сегодняшний день интернет настолько скоростной, что вот я тебе показывал, как это работает. То есть, поэтому я всем предлагаю, кто увидит этот видеоролик, связаться с нами. Как бы этот видеоролик будем в рассылке, ну то есть, которую организуем по контактам делать. По существующим уже контактам. И тех, которых мы там, ну вот в дубльгиз там возьмем, там еще где-то на каких-то ресурсах в интернете и так далее. Но тема очень интересна, как бы в плане и денег интересно, и в плане просто дружбы и общения с людьми, которые в правовом смысле как бы, ну шагают вместе с нами. То есть, как-то обучаются, изучают законы, пытаются все делать правильно, чтобы, ну соответствовало. Ну, здравому смыслу. Да, конечно, эта штука очень нынешняя. Ты мне, я про нее-то особо не знал. Я думал только про сайт, консультант плюсы, там какие-то еще у него там условия дополнительные. А смотри, на сайте, понимаешь, то есть, на сайте заходишь, тебе говорят, данный документ заказывай платно. То есть, там есть много чего бесплатного. Но бывает там, вот у них серверы работают по Москве, да. И, допустим, вот сколько раз было, я захожу, допустим, в Красноярске утром в 7 часов, Москва еще спит, у них сервера не запущены. И я не могу там, допустим, в 7 утра или в 8, в 10 утра сделать какую-то работу. У меня пишут, что недоступны базы данных или недоступна форма документов. То есть, и такого там, ну, то есть, оно в интернете есть. Там, может быть, процентов 10, вот этого того, что я тебе показал, есть в интернете, в открытом доступе на их сайте. В виде просто заманухи. А потом человек начинает заказывать документ, платить бабки, с ним связывается специалист, предлагают продать ему, навязывают там всякие урезанные схемы, в которых там 2-3 базы из вот этих там 20-30, которых я сказал, и человека разводят, ну, минимум на десятку. То есть, вот меньше, чем за 10 невозможно приобрести себе консультант. То есть, база, уровень проф, вот это, так, сейчас вернемся, покажу. Вот это российское законодательство, версия проф, 212 тысяч документов. Даже еще, когда я в 2007 году работал, она стоила 7800, как сейчас помню. Я, потому что допродажами еще занимался параллельно. 7800 только вот это уровень проф. То есть, это где все кодексы? Где все федеральные законы? Смотри, вопрос. Человек, который захочет заниматься вот этим заработком, да, дополнительно, будет получать 50, 50 процентов, будет получать 500 рублей, 1000 рублей, пока еще неопределенно, да? Будет получать эти деньги каждый месяц или только с первой продажи? Не, просто вот продажу получают за продажу и все. То есть, это разовая работа. Но, но имея в виду, почему для нас-то это перспективно? Человек, который, ну, допустим, ты сейчас соберешь базу вот эту, ты же потом им рассылаешь рассылку и по раскредитации, допустим, и по ЖКХ, и по страховкам уже со своими ссылками с правовед Сибири. И, соответственно, это еще другой уровень финансовых потоков. То есть, это как бы вот дополнительная, почему ее рассматривают, вариант. Мне вообще, вот без разницы, будет это там что-то развиваться? Вот у меня есть, да? Мне, меня все устраивает, там, я работаю, я просто сегодня делюсь этим, как бы и с тем, кто хочет этим пользоваться, и с тобой, как с человеком, который может вот это все организовать для того, чтобы заработать на этом денежке. Я тебя понял, услышал. Так, ну, мне сейчас нужно узнать про парсинг, да, про базу номеров, про рассылку. И попробовать, как бы, тестовую, ну... Протестировать, ну. Рассылку, да, попробовать продать, там, 1, 2, 3. Ну, смотри, давай как сделаем. Сделаем, допустим, вот ты мне сейчас прям скинешь реквизиты полные, потому что у меня там учетная запись же Microsoft заблокировали, короче, и Skype предыдущий, там, все послетело, пока не можем восстановить уже неделю, там, 10 человек работают над этим вопросом. Ну, то есть, не знаю, по какой причине, что произошло, какой-то промысел черных сил, так сказать. Ты мне скинь полный, ну, или там, как у тебя, номер сберкарты своей и фамилия, имя, отчество получателя. Я тебе просто сейчас прям пятерку денег загоню на то, чтобы ты уже начал где-то что-то там, ну, покомфортнее тебе было там что-то делать. Потом, как бы, что нужно еще будет, там, будешь говорить, и мы будем это дело регулировать. Так, давай сейчас сделаем так. Я пока буду со своих тратить, а потом сколько еще потратил, я тебе скажу, и ты мне переведешь. Ну, давай. Так, если так тебе удобно. Да, потому что это, ну, чужие деньги потратить не, чтобы вдруг там что-то... В общем, пока я сам, да, пойду со своими деньгами, а там уже скажу, сколько что стоило. Ну, лады, лады, что, мы же не первый день знакомы. Ну, да, в принципе, я завтра. Ну, сейчас я уже, у меня уже тоже полный, я сейчас уже отдыхать войду. Я сейчас узнаю у человека про этот попарсинг, прошу. Тут можно даже просто звонить, ходить в офисы. Ну, если у людей есть время, когда он пошел в офис, предложил там, если... Конечно, люди могут и звонить, и просто там сходить встречаться. И просто дубальгис открыл, виден телефон, звонишь, говоришь, консультантом пользуетесь. Нет, или пользуюсь, сколько вы платите? Там говорят, десятку платим. Хотите за трешку? Ну, вот есть то-то, то-то там. И так далее. То есть, пользуетесь консультантом? Нет, знаете о консультанте? Да. Хотите иметь? Блин, ну, дорого. Нам уже предлагали дорого. Вам предлагали за 3 тысячи и все? Нет. Так давайте, может, я вам покажу на своем ноутбуке, там, демонстрацию экрана. Давайте по скайпу созвонимся, я вам покажу, как у меня все работает. И так далее, и тому подобное. То есть, вот, пожалуйста. Ну, да. Про это. А ты не в курсе? Есть, ну, вот у вас там в Красноярске работают компании, именно напрямую через консультант платят, там, 50-30 тысяч. То есть, есть такие компании, да, которые платят еще большую такую сумму. Вот смотри, занимаются этим, допустим, вот я которых людей обслуживаю, обслуживал на своей практике. Администрация города. Допустим, адвокаты, нотариусы, бухгалтера ЖКХ, я обслуживал, бухгалтера крупных там деревообрабатывающих предприятий, бухгалтера заводов, руководители заводов, так же само. То есть, это те люди, которые, как бы, ну, сам понимаешь, то есть, он живет на этой работе, у него там своего геморроя, ему недоразвитие, то есть, вот чтобы что-то вот даже вот подобное сделать. Это, это во-первых. Во-вторых, как бы, здесь нарушение авторских прав может присутствовать. То есть, соответственно, если какой-то завод будет продвигать консультант плюс, то ему не поздоровится. Ну, как бы, если вот, ну, как бы он будет делать это, ну, в масштабах там неправильных, то ему, конечно, не поздоровится, будут нарушены авторские права. Просто мы двигаемся, как общественная организация, как правовая организация со всеми нужными документами. То есть, мы, прежде чем вот это вот сделать, да, сейчас опубликовать в интернет, как бы сказать, в прямом смысле, то, что я тебе рассказал, мы встречались с руководителями консультанта плюс и говорим, у нас общественная организация, вот мы у вас официально приобретаем, вот у нас в общественной организации может быть хоть сколько угодно сторонников, правильно, хоть сколько членов организации, хоть откуда, с любой там деревни. И вот, вот мы с всем членом своей организации будем предоставлять доступ. Мы что-то нарушаем, нам был ответ дан, нет, ничего не нарушайте. То есть, все, проблем нету никаких. То есть, если кому-то нужны будут какие-то для отчета, если, допустим, кому-то из тех, кто будет пользоваться, придет какой-то сотрудник отдела К, да, который занимается авторским правом, и скажет, вот у вас на ноутбуке там что-то стоит. Вопросов нет, мы предоставим официальные документы, что человек пользуется у нас официально этим. Но этого, в принципе, таких ситуаций, в принципе, нету. Потому что сейчас, ну, невозможно это отслеживать. Ну, просто физически нету такого ресурса административного, чтобы, блин, отслеживать. Даже, ну, вот простой пример. Нелицензионный Windows. Ну, он стоит у 99% людей. Нелицензионный софт. Но не хватает, то есть, никогда не хватит количества правоохранительных органов, чтобы этот процесс проконтролировать. Единственное, что они могут контролировать, там, где-то в интернете находить объявления, кто там устанавливает компьютерные фирмы, просто там их как бы кошмарить, да, там, или кто дисками торгует, приходить там облаву устраивать, что он там нелицензионными дисками торгует и все. А так как мы делаем это посредством интернета и индивидуально для своих участников, для своего сообщества, для своих людей, и которые умеют защищаться и учатся защищаться в правовом поле, то там вообще пришел сотрудник, ты ему сказал, документы, кто ты, че ты? Нету документов, отдыхай, кто ты вообще сюда пришел? Частная территория, ты ко мне в квартиру, где у тебя санкция суда? Где санкция прокурора? Да, он, во-первых, придет, он не будет знать, что ты пользуешься какой-то программой, там, чужой нарушаешь эти права, как он занимает, ты не выезжал никак, поэтому и не дойдет. Но если раньше ты ходил, да, обновлял, то раньше еще можно было это как-то узнать, это делить, да, а сейчас-то это как бы все обновления через интернет проходят. Если там завод какой-то не обновил, допустим, вот эту программу, то это же не значит, что завод стал им пользоваться и стал другими пользоваться, как иранскими людьми. Да, 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 да. Просто нет денег и все. Кризис. Ну, наверное, да. Не, поэтому тут это, тут все, я же просто так бы это не начал делать, я вот пользуюсь уже три месяца, да, а мы с тобой только сейчас об этом говорим, потому что я это все протаптывал, то есть я это все узнавал, встречался, разговаривал, вел переговор. На самом деле этот процесс идет, шел еще с августа прошлого года. И только три месяца я сам пользуюсь. И вот всего лишь месяц, как пользуются Эдуард и Серега с Астрахани. Как бы, потому что, ну, мы это чик-чик-чик обкатываем, проверяем, смотрим, как что функционирует, как по документам, правильно-неправильно съездили, везде пообщались, все порешали. И сейчас я уже, ну, со всей ответственностью и совестью, то есть говорю, что можно иметь у себя на компьютере и кайфово работать с правовыми документами. Десять миллионов документов. А вопрос, если будут задавать, что за организация, что за организация предоставляет Эдуард и Серега? Ну, общественная организация, ну, если кому-то индивидуально нужны будут документы, мы просто сделаем. Но сейчас смысл освещать, потому что руководителю организации ее найдут в Дубальгисе, начнут звонить, теребить ему телефон, он просто попросил, говорит, ну, мне, то есть вот ты занимаешься, как бы, есть возможность, время, команда людей, чтобы это расширить, с удовольствием. Вот есть у вас в рамках, там, от 500 до 1000 рублей, лимит, как бы, который вы можете, ну, в виде вознаграждения забирать. А мне, говорит, чтобы у меня телефоны красные были на работе, у меня другой работы хватает. Ну, смысл. Ну, я понял, конечно, так, ну, есть, то есть. Ну, тогда, интересно идти бы, да, мне понравилось. Ну, все тогда, всех благ, спокойной ночи, до связи. Давай, всем хорошим. Давай, пока-пока-пока.